Доброе утро, еще раз мы продолжаем, и как обычно в понедельник в это время представитель бюро вакцинации Национальной службы здоровья Инга Васильева у нас на прямой связи. Доброе утро, Инга. Здравствуйте. Да, ну вот традиционный вопрос, удается ли поддерживать темп вот этой вакцинации, если мы сравниваем прошлую неделю с предыдущими неделями, насколько возросла активность, или она может быть равномерная? Да, последние уже несколько недель темп сохраняется выше 80 тысяч, сегодня мы получили даты за прошлую неделю, но как мы уже каждый понедельник говорим, что эти даты, они в принципе еще не показывают ситуацию, только к четвергу уже мы можем сказать реальную ситуацию за прошлую неделю, например, просто в понедельник данные в понедельнике, например, в пятницу отличались на 10 тысяч, поэтому в принципе около 80 мы держимся все время. Кстати, тоже очень интересная тенденция, что возрастает вакцинация именно среди сеньоров, если, например, в начале октября это было 23% из всех первых, то есть из всех людей, которые начали вакцинацию, были сеньоры, то уже на данный момент это уже выше 35%, что очень хороший показатель, если мы в принципе смотрим на ситуацию в нашей стране. Да, вот такой, наверное, тоже вопрос важный, вот предположим, я понимаю, что мы говорим сейчас гипотетически, что будет, не знаю, у людей больше появится, еще больше появится желающих все-таки вакцинироваться, понимая, что вот для многих 15 ноября такой маячок, да, многим работодателям, ну, приказали или очень попросили, чтобы они начали этот процесс вакцинации, кому-то прямо под окна дома приехал вот этот бусик вагнационный, есть ли мощности, хватит ли мощности, если вдруг, ну, будет не 80 тысяч, а там 100 тысяч желающих в неделю привиться? Да, кстати, вы как раз попали в тот максимум наших, скажем так, фактов вакцинации в неделю, мы как раз рассчитываем, что 100 тысяч фактов мы в неделю можем, в принципе, обеспечить жителям Латвии, поэтому мы готовы к приросту. Да, ну вот вы упомянули сеньора, вы тоже смотрели все эти воскресные передачи вчера, где особый был фокус сделан именно на пожилых людей, это и понятно, во-первых, к сожалению, там все мы надеялись, что будет больше охват вакцинации, то есть больше сеньора приведет, с одной стороны, с другой стороны, мы знаем, что это самая уязвимая категория именно в случае заболевания ковида. Что еще может тут сделать? Как достучаться до каждого пенсионера, чаще всего одинокого, в возрасте, может быть, 75-80+, где уже люди, особенно в холодное время суток, не выходят практически на улицу, не все семейные врачи сами вакцинируются, может быть, кто-то оказался вообще вне поля семейных врачей, наверное, и такие есть, которые не обращались к семейным врачам по разным причинам. Что здесь еще можно сделать? Я разобью ваш вопрос на нескольких маленьких подвопросах. Если посмотрим по возрастным категориям сеньоров, начиная с возраста 60 и уже, скажем, до 100 и дальше, самые активные возрастные категории это 60 и 70, то есть 60-69, 70-79 на данный момент. Например, в категории 60-69 вакцинировано больше 73% сеньоров, а в группе 70-79 уже 68% сеньоров. И, конечно, самая такая уязвимая группа – это люди, начиная с 80-85 лет и старше. Следующее, что можно сделать, тут опять-таки есть два, скажем, два пути, и они оба очень важны. Первый путь, как мы знаем, сеньоры, в принципе, им очень важна поддержка родственников, поддержка, скорее всего, друзей. Так что если у вас в семье сеньор, которые не вакцинированы, пожалуйста, помогите ему или записаться, или, скажем, вызвать на дом вакцинацию, если этому человеку больше 70 лет. Второй путь, который тоже сейчас очень активно разрабатывается, до 7 ноября, то есть все невакцинированные сеньоры, которые прикреплены к семейным врачам вместе с самоуправлениями, активно обзваниваются и активно вакцинируются. Я тоже могу такие, как маленькие примеры привести, например, пример Кулдекской в области, они обзванивали сеньоров, и уже на прошлой неделе были два специальных таких выездных тура для вакцинации сеньоров, тоже завакцинировано хорошее количество людей этого возраста. Например, на прошлой неделе, в пятницу, субботу, воскресенье были специальные выездные вакцинации по таким маленьким пагостам. Не знаю, помогите мне перевести на русский. Пагосты – это, да, фактически волости. Поселки, поселки, маленькие города Красновского края. На этой неделе уже сегодня начинаются и буквально проедут по всем маленьким таким поселкам в Лудзе, в Лудзской волости. На этой неделе проехали всю Бауску по всем маленьким поселкам. То есть этот процесс, он сейчас идет в совокупности именно с самоуправлениями. Мы можем сказать большое спасибо тем самоуправлениям, точнее тем, а всем, которые очень активны сейчас в этом процессе. Ну и, конечно, еще раз, еще раз хочется сказать, что именно личный диалог с сеньором – это самое важное на данный момент. Да, вот еще такой момент, поскольку, с одной стороны, это очень хорошо, вернее, со всех сторон это хорошо, что есть много возможностей, ну, к примеру, для рижан сейчас привиться. Это и большие конференц-холлы, которые работают, эти вот выездные возле таких и торговых центров, в центре города, вот эти бусики. И многие растерялись. Может быть, вы чуть-чуть напомните, в каких моментах нужно записываться, куда, точнее, нужно записываться, а куда можно прийти и просто в порядке живой очереди получить вакцину. Мы говорим о сеньорах или о всех? Мы говорим фактически о всех. Вот я знаю, там, некоторые рижане говорят, ну, вот да, все-таки уже нечего тянуть, кто-то все-таки наконец понял, что надо вакцинироваться. И сейчас он растерялся, вот он в бусик можно в живой очереди, а если, там, не знаю, на кипсе или записывать, чуть-чуть поясните несколько, как это работает. Во-первых, сеньоры. Я различаю, опять-таки, две категории сеньоров. Начиная с 60 лет записываться нужно только к семейным врачам. Во все остальные возможности вакцинации, которые в Риге есть, сеньоры могут идти без записи. И, как говорится, в принципе, для них зеленый коридорик по возможности возьмут тоже без очереди. Что касается остальных людей, то записываться нужно к своим семейным врачам, естественно. И, скорее всего, в поликлинику, в которую вы пойдете, тоже нужно будет записываться. Что касается остальных мест, можно спокойно идти без очереди. То есть это большие центры не только в Риге, но и тоже в регионах, тоже в порядке живой очереди и без записи. Это все вакцинационные пункты, скажем, такие, как наши вакцины автобусы. Те же самые вакцинационные пункты, контейнеры, которые размещены сейчас уже в четырех микрорайонах Риги. То есть, опять-таки, вся выездная вакцинация, где вы видите, а там тоже записываться не надо. Особенно я очень хочу пригласить людей, которые экономически активно используют эти большие вакцинационные центры. Там нет ни очередей, там можно спокойно припарковаться, приехать. В течение получаса вы получите и вакцину, и консультацию. И пройдет 15 минут, когда тоже посмотрят на реакцию на вакцину, и вы уже сможете спокойно ехать домой. Так что, в принципе, наверное, тоже хорошая возможность, особенно, как вы правильно заметите, кто на машине. Приехал, припарковался, доктор посмотрел, укололи, подождал и уехал. То есть, в принципе, довольно быстрая процедура. Я так понимаю, что это может сделать тех, кому приходится работать, и после работы тоже. Да, да, центры работают до 7 часов, то есть вы можете спокойно использовать и утренние часы, и вечерние часы. Кстати, именно, конечно, это утреннее время и время после работы на более активно в этих центрах. Но все-таки там есть возможность спокойно, без спешки и без стресса, и без очередей сделать вакцинацию. Мы знаем, что с некоторых пор Совет по иммунизации рекомендовал, а эта вакцина очень популярная по-прежнему, я так понимаю, и была популярна, это Джонсон. Да, и те, кто привился Джонсоном один раз, по-моему, прошло 8 недель и более, в принципе, они могут получить вторую прививку. Так я понимаю, да? Да, это рекомендация иммунизационного совета, она, в принципе, такая настойчивая рекомендация. То есть, если вы получили Янсен как минимум 8 недель назад, и самое важное, они болели ни перед вакциной, ни после вакцины ковида, то вам настоятельно рекомендуют получить вторую дозу, и, скажем, как первая рекомендация, это идет модерна, и потом уже можно остальные вакцины выбрать. А, то есть, фактически, чтобы люди понимали, что это не значит, что их второй раз тоже уколят Джонсоном, да? То есть, их уколят другой вакциной. Их могут, конечно, человек может сам выбрать, или это вакцина технологии МРНС, или это вакцина Джонсон, это зависит от человека, и от того, в наличии какие вакцины у конкретно вакцинатора, но, в принципе, рекомендуется как первый выбор, это именно вакцина МРНС. Модерна, да. Вот нужно ли записываться, или там, наоборот, я знаю, там нескольким знакомым даже позвонили и порекомендовали прийти и сделать вторую инъекцию? Опять-таки, что касается после Янсена, вторая доза, так же, как я только что говорила, если вы у семейного врача хотите получить эту дозу, конечно, вам нужно записываться, в поликлинику вам нужно записываться. Что касается остальных мест, вы можете спокойно идти без записи, вы получите свою вторую дозу, если у вас прошло 8 месяцев. Что касается буксерной так называемой прививки, третий, для людей определённого возраста, с определёнными заболеваниями, там тоже по их желанию или там какой-то и происходит обзвон, как это всё происходит? Я так понимаю, что уже, по-моему, 7 тысяч человек, вот где-то цифра была, которые получили уже третью прививку. Эта цифра уже больше, она уже достигает 9 тысяч, но на данный момент, скажем, до прошлой пятницы, просто опять-таки процесс разделяется на несколько таких отрезков. То есть могли люди, могли и могут, сеньоры, начиная в возрасте 65 лет, если они вакцинировались AstraZeneca или Pfizer, были две, уже после второй дозы прошло 6 месяцев, и люди в течение этого времени или между вакцинами или до вакцинами не болел COVID, они могли получать, могли и могут получать так называемую бустерную дозу, могли и могут получать медики. И, конечно, все клиенты, которые живут в социальных центрах. В прошлую пятницу, уже в конце рабочего дня, тоже было долгое заседание Совета по иммунизации Латвии, и там, в принципе, принято решение о том, что бустерная доза рекомендована людям, начиная в возрасте с 30 лет. Мы будем завтра или послезавтра будет проводиться такая пресс-конференция, где это решение будет рассказано более, скажем, подробно, и тоже расскажем о процессе. Как он будет организован. Так что, скорее всего, этот процесс ревакцинации в нашей стране начнется очень активно. Ну что ж, тогда, может быть, еще такой вот последний вопрос. Все-таки, с того, с чего мы начали, сеньоры, это очень важно. Я так понимаю, что есть возможность для тех пожилых людей, которые не выходят из дома, лежачие, больные, получить вот эту инъекцию, что приедут дома и уколят. И второй раз тоже для тех, кто, допустим, там Pfizer или Moderna. И второй раз тоже, да, это возможность, если у людей, начиная с возраста с 70 лет, вам нужно звонить или своему семейному врачу, или звонить на телефон 8-9-8-9. И даже если родственники, близкие, знакомые могут тоже, скажем так, заказать этот визит, вакцинацию на дом, опять-таки, или через 8-9-8-9, или через манновакции на точке ЛВД. Да, есть такая возможность. Она уже была все лето, но летом был возраст 80+, а с осени возраст 70+. Поэтому, на самом деле, используйте эту возможность. Я так понимаю, что, ну, есть такая надежда, что к декабрю до 90% сеньоров удастся привить. Я так понимаю, цель такая. Вчера, по крайней мере, я слышал у наших коллег-телевизионщиков такую цифру. Да, это большая цель для нас всех. Конечно, мы видим тоже отдельные группы, группы 60-70 до 79 лет. В принципе, это очень реальный план. Конечно, тяжело и очень методично нужно будет работать с людьми, которые в возрасте выше 80 лет. Кстати, что интересно, если мы посмотрим более подробно по возрастным, скажем таки, разрезкам, тоже эти возрастные группы 62-64 лет, например, 72-74-76, то, например, в этой группе даже есть такие возрастные маленькие отрезки, когда он уже сейчас превышает 80%. И, конечно, чем старше люди, тем, увы, этот процент куда выше. В общем, он очень, да, он меньше. Меньше, да, точнее. Инга Васильевна, у нас была на прямой связи. Представьте бюро вакцинации. Спасибо большое. До следующего понедельника. До свидания. До свидания.